Доброе утро всем! Сегодня, по-моему, у нас среда 20... А вообще, что мне говорить, какое число? Просто буду говорить, среда. Среда сегодня, время 5.7. Как бы я уже встал, позавтракал, помылся, побрился, надушился, привел себя в порядок. Надо доехать чуть-чуть, в 7.30, почитал отзывы, там с какой-то задней стороны надо заезжать, но ничего. Поедем, посмотрим, где там и что, в эту фирму, как заехать. Сейчас глянем мы на лучшее, на карту. Где там, говорит, с задней стороны заезд? А где там задний? Я там по карте не вижу. Так. Вот, а где-то может быть задний заезд, с другой стороны двора, по какому-то кругу. Может, вот там, дальше. Ну, будем искать. Ладно, поедем мы сейчас уже. Чтобы потом время не тратить, то потом буду искать 2 часа, как заехать, правильно? Так что, ладненько погоним палочку. Ладно, поехали. Поговорится, что там сишки мять. О, меньше 60 уже, у меня экобождение с этими пробками. Видео загружается. Так что, погоним. Да, друзья мои? По кругу заду. То есть, мы зашлют куда-нибудь другое место. Поехали. Нормальный, теперь, паркинг, тихий. Чех стоит до сих пор. Я стою 7 часов, никто не пришел еще сюда, по крайней мере. Туда приехали люди уже. Так. Ну, погнали. Надеюсь, все будет хорошо. И мы найдем место заезда. Давайте на выезд пошли. Поехали. Он как долго стоит в Чехе. Я приехал, он уже стоял. Здесь, что ли, направо показывают? Ладно, поехали здесь направо. Надеюсь, там тупика нету. Тупика. Компания, как она там называется. Так, мы видим сейчас присматриваться. Это она и есть или? О, блин, как вот тут они стоят? Как они потом отсюда выйдут, блин? Интересно. Компания называется у нас как-то Зеландия. Зеландия, да. Зеландия. Здесь точно не заезд. Правильно, правильно. Заезд там, по-моему, где я ехал. Но только там как-то легковые машины. А грузовикам где там? Ой. Ой, я вчера здесь ездил. Направо повернул. По-моему, нет, я здесь потом повернул. О, зайцы носятся. О, организм говорит, доброе утро, Олежа. Снес знак. Не, ну здесь это не здесь. Это, блин, все-таки. А это меня куда-то туда, в другое место посылают. По-моему, в Зеландии вот здесь. Или вот здесь заезд будет. Блин, так. Или вот там. Блин. Ну вот, в Зеландии. А как сюда заехать? Фига себе, блин. Мне там что-то сгорит бутерброды, блин. Включил. Да. Мне кажется, вот здесь налево надо будет. И вот сюда как-то подъехать. Я тут вытворил бутерброды. Бутерброды я... Вот здесь, наверное, заезд. Вот он налево пошел. Ну, надо за ним идти. Правильно? Правильно. А он приведет меня в точку. Ну, правильно, так я и ехал. Ну, конечно же, я приехал теперь, блин. Посылает толпа машин. Ребята на работу едут. Лодинг, вот лодинг. Налево. Все, не надо, чтобы ничего делать. Я же приехал. Он сразу туда пошел. А где тут паркинг какой-то? Лодинг. Офис. Лодинг налево. И офис налево. Контора. Видите, говорит, написано, парковаться здесь нельзя. Где офис надо будет еще искать? Вот это офис. Сейчас мы проезжаем на него или где? Или где-то дальше? No parking, no parking. А где паркинг есть? Они пойти будут спросить, а где этот офис? Хоть какой-то. Ладно, пока останем здесь. А что делать? Пойдем сходим. Итак, загрузились мы, ребята. Действительно, очень хороший офис, кофе. Выбирай любой на вкус. Вот залетает, блин. Набирай любой на вкус. Хочешь латте, хочешь капучино, хочешь черный, сахар, без сахара. Хочешь просто воды, хочешь чай. Офигеть. Нормально, короче. Как обычно. Уже привычным для Голландии, для Франции, знаете. Вот. Ну, загрузились теперь в наш путь. Как обычно, да. Уже в порции сети, 60 километров. Сегодня будет нормальная работка. А ты хочешь перепроложить. Мне здесь на выезд надо. Хочешь перепроложить. То есть, как бы, все в порядке. Будем ходить, надеюсь, в нормальный ритм сегодня. Оба красавцы. Мы тут в зеркало посмотрелись, да. Перепроложить. Проект систем трейлер. Зашибись, правильно. Очень воно. Как обычно. Только поправил все. Наждать надо. Только поправил все провода. Все разделил. И все равно уже, блин. Поворот вошел. Надо мне менять оба провода. И папа, папа. И мама, мама. И зеленый, и черный, как бы говоря. Вот. Ну что. Сейчас. По той же траектории. По узким дорожкам. Мешая местным ребятам. Не двигаясь со скоростью 100 километров в час. Мы будем, как это, приближаться с каждым километром в сторону порта. Кстати, я подумал вчера. А ведь у меня девятая неделя уже идет. Я еще так долго никогда не работал в дальнобое. Подряд. Вот так. Ну, все бывает в первый раз. Эту 13-недельную сделаю. А вот следующую. Если, конечно, все будет хорошо. Если будут места. Потому что, хочется сказать, фирма хорошая. Водители на данный момент здесь не требуются. И, конечно, предпочтение местным водителям. В первую очередь, местным водителям, которые давно уже работают у Эрика. Второе предпочтение водителям, которые уже давно работают у Эрика. Неважно уже. Не местным. И потом уже вот такие, как я, да. Которые недавно пришли, еще не завоевали, можно сказать, свой авторитет. Не показали свой профессионализм. Но не косячит. Так что, я надеюсь, что я вот в третьей категории на данный момент. Ну, и очень важно, как всегда говорю, именно второй дом. Контракт, да. Потому что первый. Он такой. И каждый человек всегда волнуется перед, продлят или не продлят договор. Когда уже потом продлевают на второй договор. Ну, в любой компании, да. Уже человек свободнее. Дышит, уже знает, что все в порядке. У него все устраивает. Ну, и, соответственно, главное, не косячить, не расслабляться. Ну, это в любой компании, это нормальная практика. Посмотрим, как здесь. Я очень хочу вернуться. Очень хочу, реально. И очень надеюсь, что так оно и будет. На данный момент мы приехали, приехали, приехали. Сегодня, кстати, выходит видео с новым, а тем самым в новом ракурсе. Там будет цикл там из трех или четырех видео в новом ракурсе. Интересно, надо послушать, будет мнение. Коллег, подписчиков. Как оно смотрится? Там со звуком, правда, не совсем хорошо. Еще не отработано. Систем. Потому что, когда так я всталю, там, по-моему, у нас стояла там шуршало. Бумаги шуршали или что там такое. Ну, что-то со звуком. Обычно, когда там ставишь камеру, я ставлю микрофон дистанционный по Wi-Fi. А, там надо было... Ну, главное, что, если у меня есть маленький микрофончик, но если по Wi-Fi работает, тогда он фонит. Не фонит, а так трещит. Чему-то. Какие-то помехи с этим микрофоном, если Wi-Fi проходит. Вот. Ну, ладненько. Сейчас поедем по местным красотам, потом включусь, когда будем проезжать перешей, если не забуду. Так что, let's go. Go ahead. Сейчас будем подъезжать на перешеек. Красиво, конечно. Хотя здесь... Ну, что здесь... А вот здесь маленький шлюз, да, я вижу. Сейчас проехали. Ну, а справа... Что-то справа, что-то слева. Это, ребята, Голландия. Это не Дания, не Швеция. Это Голландия, друзья мои. 46 километров, совсем рядом с Си-Си-Си-Ти. Порт. Поэтому, я думаю, вот-вот должна прийти мне информация о Next Trip. Ну, что, будем гадать, что там. Preda, Evergreen. Что там еще? Или Бельгия, или Германия. Хотя, видишь, сюда куда-то по тротеру там ездил. Что-то там грузил. По мне, так лучше дальний trip. Ну, вы знаете, я люблю дальние поездки. Ну, а если будет Брэда, я тоже как бы не против. Если будет... А, еще этот самый какой-то... Поверно, Бавария. Тоже неплохо. Главное, чтобы сегодня загрузиться, а не так, что поеду, блин, а погрузка завтра-то. Загрузка. Кстати, сегодня 24-е. Это предпоследняя неделя, да, получается, мая. Кусочек мая. А, следующий следует 31 мая, и уже начало лета. Ну, как-то я не особо чувствую здесь приближение лета. Вот, как будто весна поздняя, да, согласен. Даже не поздняя, скажем, а не ранняя, как бы середина весны. В моем понимании, для Голландии. Мельница, сейчас еще будет один перешейк проходить, по-моему, по-длиннее. Какая-то заводь. А, это дамба. Это очень мало воды. Ну, фиг его знает, для чего это дамба. Наверное, приливная, чтобы не затопило что-то где-то. Ну, два на то же, я в этот офис заехал, встал, спросил, где офис, пошел. Они работают. Там чудак, Голланец, приехал, привез белье, что-то такое. Компания, видно, по стирке белья, там, да, вот этот сервис. Из прачки привез. Я бы спрашиваю, открыто? Он говорит, не знаю, наверное, как бы он сказал, наверное, 2,70 у нас. С полвосьмого. У меня погрузка в полвосьмого, да? Окей, а мужик подходит, говорит, сейчас подойду. Взял, принял документы на рамку сразу. Ну, в смысле, я имею в виду, контора работает с полвосьмого. Что случилось с девочкой? Обоюдку пишут, блин. На ровном месте, блин. Офигеть. А вот грузить меня начали в 7,45. Закончили где-то 8,10. Начали меня грузить, если честно, в 7,44. И я вот уже стал заполнять в ЦМР-ке время приезда, начало погрузки, конец погрузки, время отъезда. Ну, все, вот, закончилась водичка у нас слева-справа. Так что можем гнать, не задерживая других участников. А то они, блин, тоже знаки не видят. Там 70. Они, блин, мне в попу дышат очень сильно. Видите, зеленая полоса? Насколько я знаю, когда она присутствует, кто-то мне говорил, то обгон как бы запрещен. А когда ее нету, то разрешен вот при такой линии. Либо наоборот. Вот честно, не помню, но... Почему не помню? Потому что мне, ну, нафиг это не надо. Я не пользуюсь на этих дорогах обгонами. Нафиг мне обгонять фуру на этой дороге, согласитесь. Рисковать, так сказать. Надо выходить на встречку, надолго. Так, если на своей ехать. Да-да. Ну, я говорю, я не гонщик, я не шумахер. Я всегда еду спокойно. Пытаюсь соблюдать правила дорожного движения. А по штрафам, у меня за скорость... Вообще, только вот когда на бусе мы ехали на работу, мне 20 евро пришло по Германии. И то, я так и не помню, в каком это месте. Где-то в Гамбурге почему-то. Как там? Я оказался, мы там и не были в этом Гамбурге. Ну, короче, такая ситуация, что как будто у меня... А почему 50 здесь показывает скорость, должна быть? А, на красный свет это. Как-то очень странно. А, не, не, там в одном месте, да, там... Мы шли, мы ушли, чтобы угол... Как это называется? Срезать. Ушли немножко на националку. А там где-то радар снял в кустах. Да, 20 евро за подсюм. Ну, потому что, когда едешь, и сзади тебя куча народа, и все торопятся. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Блин, за радаров нет, нету, нету. А мы даже его и не видели. Потом оказалось, там был радар. Поэтому я очень... Я честно скажу, я не люблю... Хоть я работал в такси, но я не люблю возить чужих людей. Даже коллег. Честно. Я могу спокойно вести свою семью, членов своей семьи. А чужих людей я не люблю водить. Близких друзей еще, да. Но чужих не люблю и не хочу. Хоть мне говорят, а ты же работал, вон, троллейбус водил. Троллейбус я водил, мне же не указывает, блин, пассажир. Быстрее, медленнее, блин. И там поехал, здесь надо было слезать. А знаете, вот так чужих везешь. Советчиков, блин. Как на Красной площади есть такое высказывает. Почему на Красной площади нельзя заняться сексом? Потому что слишком много советчиков говорят. Так что вот так. Такие вот дела, как говорят, как обычно по телефону, когда нечего сказать из-за стола. Понимаете, говорят, да уж. Вот такие вот дела. Как-то вот так. Ну, на данный момент, я могу сказать, 35 километров осталось. До высадки десанта. И едем дальше, друзья мои. Контейнер сдали, контейнер приняли. Хорошее место. Я люблю 137-ю. Особенно, когда здесь сдаешь и принимаешь контейнер. Там есть какие-то очереди, блин. Это раз. Второе. Едем в Брэдуб, 7201. Это нормальный участок. Я там уже был. Сколько? 30 километров. Я даже паузу не достоял, потому что, что ее стоять. Сдачу 15 минут. Это заехать мне на заправку на эту. Ой. Купить. Купить. Кока-колы. Чтобы пить. А, нет. Там еще сок вкусный. Посмотрю, что купить. Надо что-то попить купить. Для загрузки там 12.30. Что-то я рано приеду, конечно. Но, как есть, так есть. Михай был. Он что-то задержался там на офисе. Наверное, задание еще не получил. Поэтому, я уезжал и стоял. За мной он вроде не приезжал. Блин, там в контейнере пришлось подметать. Там сколько пыли было. Пипец. Не пыли, а какой-то цемент. Что-то типа цемента. Такого. Нехороших вещей. А у Михаила стоит. Михаил стоит еще. Нет задания, наверное. Ну, пусть отдохнет. А может, Павлю делает. Пусть отдохнет. Я хотел сказать старичок, но он, блин, моложе меня. Вообще-то. А, даже не видел. Да, у него пауза, походу. Не знаю, Андрей мне подсказал паузу делать в процессе сдачи и принятия этого самого контейнера. Продвигаешься, сразу либо выключаешь, либо на стульчик ставишь. Спасибо. Косгард на месте. Сегодня что-то я смотрю, центральный завис. Либо чудак первый раз выезжает. Вчера помогал одному бельгийцу, но вообще никто не подскажет, что... Хотя, с другой стороны, посмотри, как делают впереди тебя, люди. Не надо сразу ползти в эту часть. Как она там называется? На приемку. Сначала на линии, где очки. Ведь я тут первый раз никто не подсказал, но так надо было посмотреть. Четыре машины пропустил, бедолага. Он уж такой не понимает, что происходит. Он стоит, а его не грузит. А этот, походу, голландец уже запарился объяснять. Нифига. Берет такие контейнера, которые нужно с разворотом ставить. Ну, блин. Что за трафик? Спасибо, коллега. Я тоже так делаю. Я не хочу сегодня стоять. Я вообще не хочу стоять. Вот честно, я не рисуюсь. Мне нравится ехать. Ждать. Едешь, конец рабочего дня встал. А ждать, блин. Я помню, в карбидрате сидишь, ждешь, блин. Закрывать, минули, закрывать. Блин, вот честно, Кыргатран, вспоминаю. Как там армия сейчас работает, я вообще не понимаю. Там же такие... Ну, не знаю, кому-то нравится будет. Мне нет, потому что я все-таки человек армейского плана, морского. Мне нужен порядок. Вот здесь порядок. Здесь все отработано. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И без всяких этих самых наездов, без вестибонов. Все так просто. Но главное, порядок. Организация. Вот это для меня важно. Не знаю, для кого-то наоборот, он себя чувствует, как рыба в воде. Если какой-то беспредел, бардак. Какой-то неразбериха. Да, я тоже могу в чехарде работать. Не проблема. Я найду выход, и что, и как делать. Но мне... Я говорю, армия и 20 лет в морях приучили меня к порядку. Потому что мелочей не бывает. Мелочи потом ему слишком дорого обходятся. Что, ребята, 28 километров нам до Брега. Это считайте почти... Ну, почти в Бельгии. 12.30. Но я думаю, что я раньше приеду. Попрошусь. Будет груз, будет, не будет. Что мне тут стоять? Я так-то там на паузе постою. Правильно? Правильно. Это будет лучше. Это будет лучше. О, сейчас надо забыть заехать. Попить купить, друзья мои. Попить. Вот сейчас увидите. Опять паркинг занят. Время в 10 часов 30 минут. Я офигеваюсь от этого паркинга. Реально. Знаете, как в гостиницу билеты куплены. Одни выезжают, другие приезжают. Вот смотрите. Я вот смотрю. Нету мест. Нету. Реально нету мест. Ну, может, я сейчас будем проезжать, посмотрим, сколько мест. Но он, блин, опять занят. Ну, вот, может быть, в начале здесь есть места. Но это просто, блин. И был коллега. Я ему говорю, тебе важно здесь стоять, здесь мест нет. Или проложить. Он говорит, как где мне стоять? Он говорит, так железные дороги. Вот там выгоняют. Где там выгоняют? Где там ничего не выгоняют? Я сколько стоял. Чегель-Магель там что-то. Я говорю, а зачем туда идешь? Вот, посмотри вдоль дороги. Найди там место, блин, чтобы никому не мешало и стоить. Я думаю, стоял здесь, ждал, когда кто-то приедет, заберет прицеп. Ну, повезло. Забрал. Ну, подъезжаем 800 мертвых. Аборт логистик Би-Ви. А-а-а. Не, не аборт. Абот. Абот логистик Би-Ви. Би-Ви у них это как, типа, такое, как наше СИА, что ли. Абот логистик Би-Ви. Чик-чик-чик-чик-чик. Но я тут был, потому что у меня этот адрес... А, вот, Абот, я уже вижу. Абот логистик Би-Ви. Будем искать заезд. Сейчас надо внимательно все изучать, все окрестности. Сейчас направо. Сейчас буду вспоминать. 7201, сюда. Я прибыл на место. Абот логистик Би-Ви. А, вот, Логистик Би-Ви. Сейчас, сейчас, сейчас. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сюда направо. А-а-а, ну так ёб-бросит-то, все понятно. да 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 мы здесь по-моему с Андреем были туда нельзя, вот туда да, я же здесь был и не раз когда мы были с Андреем у него была проблема с этой фигней как называется, прицеп якобы у него был длинный очень ну и что там пойдем узнавать сейчас да, здесь мы сами не грузим вот на той рампе я стоял да, все понятно здесь хочу без паркинг занять приехали 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 бур бур Продолжение следует...